Убитые дороги могут перестать быть таковыми благодаря фотоаппарату и активности водителей. В России стартует спецпроект. И карту убитых дорог, составленную самими гражданами, смогут увидеть все, в том числе руководители дорожных департаментов. Тогда, возможно, одной вечной проблемы в нашей стране станет меньше. Вот видите, как машины едут. Вот посмотрите, ямы. Вот эта дорога, улица Кубинская, эта дорога является одной из улиц опорной сети к чемпионату мира 2018. Вот состояние, пожалуйста, посмотрите. Улицы Волгограда. Чтобы разъехаться на двухполосной проезжей части, водители останавливаются, пропуская встречный поток мимо ям, в которых нетрудно оставить всю подвеску автомобиля. Можно, конечно, увернувшись от всех препятствий, ругая дорожников, проехать мимо. А можно выйти и сделать снимок, который теперь способен изменить ситуацию к лучшему. Для нового проекта Общероссийского народного фронта «Карты убитых дорог» сигналы водителей станут приоритетными при планировании ремонта дорожного покрытия. Мы все эти ямы, все эти фотографии скинем на сайт. И на сайте будет высвечиваться полная интерактивная карта в городе Волгограде с недостатками, дорожными дефектами и ямами. Звучит заманчиво. Скачал приложение, сделал снимок, отправил через интернет. И те проблемные участки дорог, которые наберут больше всего тревожных откликов, должны быть отремонтированы в первую очередь. Те дороги, которые получат большее количество голосов, они будут, конечно, в топе рейтинга. И это означает актуальность этой проблемы. Не всегда органы власти могут увидеть эту проблему. Осенью, когда выпал первый снег и ударили морозы, Первый канал рассказывал о ремонте дорог в непогоду. Тогда в интернете появились десятки роликов, снятых автолюбителями, на которых асфальт кладут прямо в снег, нарушая все нормативы и госты. Но вот уже давно наступила зима, похожие новые ролики продолжают появляться в сети каждую неделю. То есть не изменилось почти ничего. Чтобы добиться от властей реакции на такие случаи, УНФ будет собирать информацию и о некачественном ремонте через то же приложение. Да и вообще о любых проблемах на дороге. Асфальт кладут снег, нарушение технологии ремонта. По факту, какие существуют дефекты, ямы, просадки люков, негорящие светофоры или знаки, которые сбили, например, знак приоритета, они являются самыми важными. Если на перекрестке такого знака нет, то может быть серьезное ДТП. Параллельно Госдума принимает поправки в административный кодекс, ужесточающие наказание за плохое состояние дорожного полотна. Так, например, если водитель получит увечья в аварии за ямы на дороге, то штраф для дорожников составит полмиллиона рублей. Это может стать хорошим стимулом, чтобы ремонтировать в первую очередь наиболее опасные участки дорог. И тут интересы дорожников и автолюбителей наверняка совпадут. Если сломался телефон мобильный, мы его несем чинить по гарантии. То же самое должно быть с дорогами. Если на дороге есть дефект, и она находится на гарантии, то подрядчик за свои средства, что важно, должен исправить этот дефект. Пока на большей части России минусовая температура, дороги укрыты снегом, а ямы отремонтированы в кавычках льдом. Как, например, в Ульяновске, где мы снимали сегодня. Улицы выглядят вполне прилично. Но вот те же улицы, снятые осенью. Эти ямы и выбоины никуда не делись. Их просто присыпало снегом. И автолюбители Ульяновска и других городов России с ужасом ждут, когда разбитые за зиму дороги покажутся во всей красе. При этом многие отмечают, что в последние годы состояние дорог в целом стало лучше. Особенно если вспомнить, что только в прошлом году на их ремонт в стране выделено 52,5 миллиарда рублей. Все лето и осень дорожные службы занимались ремонтом дорог. И если учитывать дороги по сравнению с прошлым годом, они действительно улучшились. В сравнении с последними годами, конечно, покрытия изменились. Но все-таки ремонтируют дороги. Стало лучше, это все-таки что-то субъективное мнение. А вот когда проект заработает в полную силу, то все желающие смогут увидеть реальное состояние дорог в нашей стране.